Всем привет! Вы на канале Цветули у Светули. Меня зовут Светлана. Дорогие друзья, моя петуния цветет вовсю. Это у меня петуния из семян, сеяла 7 февраля на рассаду. Вот так выглядят только некоторые кустики. Какие-то кустики у меня не цветут и не так разрослись. Но все же я буду делать обрезку всем своим семенным петуниям. До этого вам показывала видео. Про обрезку ничего пока не говорила в том видео. А сейчас настало время. Очень большие дала плети петуния. Вот такие, смотрите. Буду подстригать. И даже из-за того, чтобы она у меня не путалась, потому что у меня много петунии плотно друг к другу стоят. И еще для того, чтобы она у меня еще больше выпустила побегов. Чтобы проснулись боковые побеги. Чтобы она у меня была пышным, красивым кустиком летом. Так что, друзья, сейчас я буду ее подстригать и вам покажу. Тайдальчиков я уже своих подстригла. Покажу, как на данный момент мои тайдалы выглядят уже подстриженные. И буду стричь вот это у меня петуния сорт Изи Вейв и Шок Вейв. Вот какая красотка у меня цветет. Друзья, это петуния Дип Перпл, Шок Вейв. Буду ее тоже резать. Вот так хорошо она у меня, в принципе, распушилась, такая хорошенькая. Но, к сожалению, у меня там много занимает. Так что сделаю немножко экрептирующую обрезку. Вот так. Подстригу чуть-чуть свою петуньку. А при этом она только будет гуще. Вот, дорогие друзья, Друзья, перед вами сорт Изи Виолетт. Хорошо наросла такая прям красоточка. Но я ее все равно прищипну, потому что у меня и места нет для больших таких петуний. И чтобы боковые почки проснулись. Вот так вот сделаю прищипку. Вот так. Макушечки все прищипну. От этого моей петуньи будет только лучше. Вот такую вот процедуру я сделала. Вот так вот у меня получилось. Вот такая теперь петунька перед вами. Прищипнула все макушечки. Изи Ред Велюр. То же самое все буду делать. Прищипываю. Вот так вот. Ну я готова. Она у меня не вытянулась. Такая компактная, хорошенькая. Вот такая. Вот так вот я ее прищипнула. Вот такая вот немножечко. Это петунья изи Блу. Тоже делаю прищипку. Вот так. Побеги макушки все прищипну. И когда моя красавица пойдет расти в бок. Как не проснуться у нее боковые почки. Вот так вот мы теперь будем расти. Вот тут даже тоже можно макушечку прищипнуть немножечко. И вот эту. Вот так вот точку просто как немножко ей. Ну и все. В принципе тут мы не вытянулись. Все в порядке. Вот такая красоточка. Это петунья изи Виолет. Тоже все ей сейчас все макушки прищипну. Вот так. И все. Простимулирую. Рост боковых побегов. Вот так вот. И мне хорошо. Она хоть маленечко покомпартней. И петуньке только на пользу. Нет, называется изи Блу. Вот так вот тоже красоточки. Уберем точку роста побега. И побег будет наращивать боковые почки. Проснуться у побега. И побег пойдет в разные стороны расти. Не в один столик, а в несколько. Вот так вот, друзья. Не бойтесь прищипывать своих красавиц. Они только от этого будут гуще и красивее. Это у меня петунья изи Ред Вилюр. Вот я сейчас ей все побеги, все макушки у длинных побегов прищипну. Вот сколько там много побегов. Вот сколько. И будет еще больше после прищипки. Квейв. Дипарпл. Красота неземная. Но красоту неземную тоже обязательно прищипну. Укорочу ей немножечко побеги. Потому что она у меня уже и зацепляется. И уже столько бутонов набрала. Пусть лучше у меня петунька сейчас силы свои тратит на наращивание новых побегов. Чтобы она у меня кустилась лучше. Я ей вот такую сейчас процедуру проведу. Все. Отрежу ей все цветоносы. Прищипну точку роста. Пусть немножко она у меня все-таки... Так. Видите, не цветет. От цветов никакого сейчас толку нет. Никакой пользы нет. Только одна грязь дома. Пусть идет лучше мне на улице. Она красивая потом кустиком. Так. Я одну петунь вообще выстригла маточник. На луце можно сказать так вот. А сейчас она у меня обросла. Стала лучше, чем была прежде. Просевенная. Так что, друзья, не бойтесь. Подстригайте своих красавиц. От этого им только будет польза. Продолжение следует... Это сурд изи. Вот такие дала побеги. Большие буду эти побеги укорачивать. Суния еще больше меня порадовала. Летом. Чтобы она росла шапочкой. Чтобы была густая. Вот так вот я ее подстригла. Смотрите. Укоротила практически по кашпо. Ну, по горшочек побеги. И отсюда пойдут новые-новые вот такие вот веточки. Вот так вот буду делать со своими петунками. Даже выкапочек. Ура! Подстригла всех своих красавиц. Теперь будем стоять и наращивать боковые побеги. Все петуньи по-разному выглядят. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но в принципе я хочу сказать, что неплохо выглядим. И неплохо мы взошли в этом году. Семена покупала в интернет-магазине Соло Белла. Выпадов совсем было мало. В основном дружно, хорошо все взошло у меня. Тайдалы у меня выглядят тоже все по-разному. Вот это вот перед вами тайдалы. Тайдалы это мощные петуньи. Емкости им давать надо большие. В кашпо от 12 литров лучше им дать и выше. Потому что это очень огромные петуньи вырастают. Красивые. Дождя не боятся. Всем рекомендую. Вот. И вообще нужна петуньи. Чем больше дадите объем кашпо на улицу, хотя бы от 5 литров, тем для нее будет лучше. Она меньше будет пересыхать и будет вас радовать своим цветением. Удаляем от цвет шеи бутончики обязательно для лучшего цветения петуньи летом. Не забываем про подкормки, про обработки. И будут у вас красивые пышные кустики. Ну все, друзья. Все, что хотела, показала. Такое коротенькое вам видео о моей петуньи об обрезке. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вам и дальше все буду рассказывать и показывать. Всем всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok